Ваше высокопреосвященство, все честные отцы, дорогие друзья, коллеги, уважаемые студенты, я рад приветствовать вас на нашей встрече с владыкой Ларионом, руководителем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Представляя нашего сегодняшнего гостя, я хотел бы сказать буквально несколько слов. Вы знаете, я имел честь познакомиться со владыкой несколько лет назад в Вене, когда он нес послушание епископа венского и австрийского. И много раз до этого, слыша о владыке Ларионе, знал о том, что он человек удивительно многогранный, очень интересный собеседник, человек, который... Ты общаешься с человеком, понимаешь, что вера для него – это, собственно, часть его я. Человек, с которым очень интересно общаться, поэтому я бы не хотел сегодня отнимать много времени от общения с владыкой. Единственное, что, может быть, в самом начале хотел бы вам напомнить, дорогие друзья, что в этом году отдел внешних церковных связей отмечал юбилей. И поэтому я, с вашего позволения, попросил владыку рассказать вначале о деятельности отдела внешних церковных связей. Уверен, что у вас будут вопросы, и полагаю, что у нас останется время для того, чтобы вы их задали. Ваше высокопрещенство, как вам удобно? Можете сидя? Я думаю, что, наверное, лучше всего сидя. Пожалуйста. А я бы, может, и встал. Прошу вас, как вам удобно? Пожалуйста. Уважаемый Ярослав Львович, дорогие братья и сестры, я очень рад возможности пообщаться с вами в стенах Московского государственного института университета международных отношений. Я думаю, что в значительной степени тематика работы отдела внешних церковных связей и тематика той работы, которую вам предстоит осуществлять, пересекается. Поэтому целый ряд вопросов, которые мы с вами будем вместе решать, являются для нас общими. Отдел внешних церковных связей был создан в 1946 году. Это первый год мира после пяти лет войны. И это время, когда церковь получила временную передышку после жесточайших гонений ленинского и сталинского времени, 20-х и 30-х годов. Вы, конечно, знаете, что советская власть поставила своей задачей полное уничтожение церкви. И это уничтожение осуществлялось самыми брутальными и античеловеческими методами, то есть прежде всего путем физической ликвидации духовенства, а также уничтожения храмов. И вот перед войной у русской православной церкви было всего четыре действующих архиерея, тогда как до революции их было более трехсот. Были закрыты почти все храмы, были закрыты все до одного монастыри и все учебные заведения церкви. И, по сути дела, была сделана ставка на то, что церковь таким образом будет полностью ликвидирована. Но во время войны ситуация изменилась, когда государственное руководство поняло значимость церкви для поднятия патриотического духа народа. И вот тогда именно довольно резко поменялась политика государства в отношении церкви. Сталин пригласил к себе трех ведущих митрополитов русской церкви. Это была историческая встреча, которая изменила ситуацию церкви достаточно радикальным образом. И вот эти все изменения позволили церкви в послевоенный период создавать такие структуры, которые обеспечивали бы ее жизнедеятельность не только на территории Советского Союза, но и за его пределами. И задачей отдела внешних церковных сношений, как он тогда был назван, являлось прежде всего налаживание контактов русской православной церкви с внешним миром. С самого начала у отдела был очень широкий мандат, хотя поначалу он состоял всего лишь из нескольких сотрудников. Это и общение с поместными православными церквами, это и контакты с католиками и протестантами, это межрелигиозный диалог, это работа с соотечественниками за рубежом, поскольку связь с соотечественниками у русской церкви практически прервалась в довоенный период. И вот с этим мандатом, который иногда расширялся, иногда снова сужался, но в основе своей не претерпевал кардинальных изменений, отдел внешних церковных связей прошел через все перипетии послевоенного времени, через хрущевскую оттепель, которая для церкви обернулась новыми гонениями и притеснениями через период застоя и, наконец, через уже 20-летний период становления России как самостоятельного государства и становления других государств на пространстве бывшего Советского Союза. Наверное, самым трудным временем для отдела были как раз вот эти последние 20 лет, время, когда отдел возглавлял митрополит Смоленский Калининградский Кирилл, нынешний святейший патриарх. Он возглавил отдел в переходное для страны время в 1989 году, когда Советский Союз уже трещал по швам, когда государство изменило свое отношение к церкви и, по сути дела, в стране появились религиозные свободы, когда церковь оказалась очень востребованной духовно-нравственной и общественной силой, и когда началось стремительное возрождение церковной жизни в России и других странах, других частях тогда еще Советского Союза и в скором времени уже постсоветского пространства. Первой и главной задачей, которая встала перед отделом и его руководством, это задача выстраивания отношений с государственной властью. Если говорить о России, то история этих взаимоотношений насчитывает более десяти веков. И вот в Московской Руси существовало четкое разделение власти между гражданской властью, которая, однако, получала благословение от церкви, и властью церковной, которая была тесно связана с государством. То есть, с одной стороны, существовало разделение властей, но, с другой стороны, существовало очень тесное взаимодействие и во многих случаях взаимозависимость. В Петровский и послепетровский период, который мы в нашей церковной истории называем синодальным периодом, эта зависимость церкви от государства оказалась настолько сильной, что церковь была лишена своего нормального канонического устройства. Петр I, как известно, отменил патриаршество. Церковь возглавлялась синодом, то есть коллегией священнослужителей, которые напрямую подчинялись государю-императору. И все решения Святейшего Синода принимались, утверждались его императорским величеством. По сути дела, церковь, несмотря на то, что занимала очень важное положение в послепетровской дореволюционной России, она все-таки являлась частью государственного аппарата, и в этом смысле она была не свободна в своих действиях. Весь советский период – это было время гонения на церковь, и время, когда церковь находилась под полным и жестоким контролем со стороны светской власти. Вплоть до конца 80-х годов власти очень жестко контролировали церковную жизнь, ни одно назначение на архиерейскую кафедру не могло осуществиться без разрешения властей, священники назначались и смещались с разрешения и по инициативе властей, и на каждом приходе существовала целая система контроля за жизнью верующих и контроля за жизнью церкви. И сама церковь в советское время была своего рода социальным изгоем, она находилась в гетто, потому что можно было, например, священникам, и то не всегда, проповедовать, но только в стенах своих храмов. Церкви запрещалась любая просветительская и благотворительная деятельность. За обучение детей закону Божию священнослужителей репрессировали. И вот вся эта ситуация радикальным образом очень быстро изменилась на рубеже 80-х и 90-х годов. И именно отделу внешних церковных связей выпала честь сформулировать новые позиции, на которых в дальнейшем будут строиться взаимоотношения между Церковью и государством. Они были новыми для нашей новейшей истории, но они не были новыми для самосознания православной Церкви. И, по сути дела, они построены сегодня на двух основополагающих принципах. С одной стороны, это принцип взаимного невмешательства Церкви и государства в дела друг друга. Что это означает? Это означает, что Церковь не вмешивается во внутренние дела государства, что Церковь не влияет, допустим, на назначение министров или на какие-то иные государственные решения, что Церковь не участвует в политической борьбе, то есть не занимает сторону, допустим, одной партии в противовес другой. Церковь не идентифицирует себя с какой-либо политической партией или политической линией. Она не говорит, что вот эта партия наша, а вот эта партия не наша. Церковь открыта для людей любых политических убеждений, кроме античеловеческих и шовинистических. Со своей стороны и государство не вмешивается во внутренние дела Церкви, то есть государство не влияет на рукоположение епископов, государство не влияет на избрание патриарха, государство не контролирует жизнедеятельность епархий и приходов. Вот это принцип взаимного невмешательства. Но другой, не менее важный принцип, это принцип сотрудничества и взаимодействия в тех сферах, в которых такое сотрудничество и взаимодействие возможно и желательно. И вот здесь как раз принцип отделения Церкви от государства, он не вступает в конфликт с той реальностью, согласно которой Церковь никогда не может быть отделена от общества или отделена от народа. Церковь является интегральной частью общественной жизни. Церковь занимает и должна занимать определенное пространство на общественном поле. Церковь должна иметь право действовать не только на своем собственном поле, то есть внутри стен храмов, в каких-то сугубо церковных учебных заведениях, но голос Церкви должен быть слышен в обществе. Другое дело, что Церковь никогда не навязывает свою позицию обществу, но она должна иметь право ее озвучивать. И вот оказывается, что сфер, в которых взаимодействие между государством и Церковью очень желательно и необходимо, таких сфер очень много. Причем это касается не только Российской Федерации, это касается всех государств, где присутствует Русская Православная Церковь, всех стран, которые ныне входят в ее каноническую территорию. А таких стран, для вашего сведения, 15. Это все республики Советского Союза, кроме бывшего Советского Союза, кроме Армении и Грузии, где существует своя Православная Церковь, плюс Япония и Китай, которая традиционно являлась миссионерской территорией Русской Православной Церкви, и ныне православные верующие в этих странах входят в ее юрисдикцию. Может быть, чуть позже я скажу несколько подробнее о том, что происходит у нас в Китае. Так вот, взаимодействие между Церковью и государством, по сути дела, во всех странах необходимо и желательно. В каких, например, сферах? Во всех тех сферах, которые касаются человеческой нравственности, а в широком смысле слова, во всех сферах, которые касаются жизни людей. Например, если мы говорим о демографической проблеме. Об этом сейчас очень много говорится, и даются самые разные рецепты, как лечить эту болезнь, как решать эту проблему. Одни говорят, что нужно повышать пособия, другие говорят, что нужно сделать материнство более привлекательным, третьи говорят, что нужно менять иммиграционную политику. И все эти советы имеют под собой определенный базис и имеют определенную ценность. Но нельзя забывать, что в основе демографического кризиса лежит духовно-нравственная составляющая. У нас в семьях рождается мало детей не только потому, что недостаточно благополучная социальная ситуация, не только потому, что недостаточно высокие пособия даются на воспитание детей, но прежде всего, наверное, потому, что сама шкала нравственных ценностей у современного молодого человека оказывается перевернутой по сравнению с той шкалой нравственных ценностей, которую предлагает церковь. Ведь на протяжении веков человечество воспроизводилось и размножалось прежде всего потому, что рождение и воспитание детей считалось благословением Божиим. И когда Господь заключил завет с Авраамом, то вот это благословение Божие выразилось прежде всего в том, что Господь сказал Аврааму, «Я произведу от тебя великое потомство, от тебя произойдет такой народ, который будет более многочисленный, чем песок морской». И на протяжении веков именно многодетность воспринималась как благословение Божие, а бездетность часто воспринималась как наказание Божие. И люди жили, понимая, что все лучшее, что у них есть, они должны передать своим детям, что чем больше будет этих детей, тем лучше. И вот такой подход был признаком духовного здоровья нации. Сегодня на первом месте у многих молодых людей не семейное счастье, а прежде всего личный успех, личное благосостояние. То есть мы живем в потребительском обществе, где господствуют эгоистические стандарты и эгоистическое самопонимание человека. И как прямое следствие этого – нежелание заводить много детей. Потому что много детей – это дискомфорт, много детей – это шум. Вполне достаточно одного ребенка, так считают многие люди, для того, чтобы можно было считать себя состоявшимся семейным человеком. Один ребенок как бы входит в комплект тех благ, которые составляют сегодня образ успешного человека. Одна квартира, одна машина, ну, конечно, может быть и больше, но по крайней мере. Квартира, машина, собака, ребенок и так далее. Вот в этот комплект один ребенок вписывается, два хуже, а больше не вписываются вообще. Так вот, демографическая проблема – это лишь одна из тех многих проблем, решение которых не под силу сегодня ни государству, если оно будет действовать без контакта с религиозными конфессиями, ни церкви, если она не будет опираться на помощь государству. Это как раз та проблема, которую можно решать, только навалившись на нее всем миром. И таких проблем сегодня очень много. Это и наркомания, это и алкоголизм, это и многие-многие другие проблемы, которые сегодня поставили наш народ на грань выживания. Потому что тот народ, чье население уменьшается, это народ, который движется по пути к смерти. И мы должны это ясно осознавать. Поэтому если не удастся совместными усилиями переломить эту ситуацию, то тогда у нашего государства и у нашего народа, и у наших детей не будет будущего. Нет будущего. Так вот, все вот эти принципы взаимодействия между церковью и государством, их как раз и пришлось сформулировать отделу внешних церковных связей в 1990-е годы. И они нашли свое закрепление в документе, который называется «Основы социальной концепции русской православной церкви», где специальный раздел посвящен теме взаимодействия между церковью и государством. И там говорится о том, что согласно христианской традиции церковь всегда должна быть лояльна государственной власти, вне зависимости от того, какая это государственная власть. Вот некоторые люди сегодня задним числом обвиняют церковь в том, что в 20-е и 30-е годы она пыталась найти способ легального существования в Советском Союзе. И для этого, как говорят эти критики, вступала в сговор с государством, пыталась найти какой-то контакт с государственной властью, которая сама по себе была атеистической, безбожной и антицерковной. Но у церкви есть очень долгая традиция лояльности к гражданским властям, которая восходит ко временам апостолов. Ведь апостол Павел говорил, что вы должны быть покорны всякому человеческому начальству, вы должны молиться за царя, причем, когда он говорил молиться за царя, имелся в виду языческий император и гонитель церкви. Но вот эта лояльность церкви к государственной власти, она останавливается в том случае, если государственная власть призывает народ к каким-либо действиям, несовместимым с христианским религиозно-нравственным учением. Именно поэтому древние христиане, будучи лояльными в гражданском отношении к римской императорской власти, они отказывались приносить жертвы императорам как богам и воскурять фимиам перед их статуями, потому что это противоречило христианской религиозной идентичности. И поэтому в основах социальной концепции говорится о том, что если государство призывает людей к действиям, которые несовместимы с христианской нравственностью, то церковь может употреблять различные усилия, различные способы убеждения вплоть до призыва к гражданскому неповиновению. Вот такая мысль была официально в православной традиции сформулирована впервые, хотя существовала она всегда. И я думаю, что выстраивание отношений взаимного невмешательства и в то же время партнерства и диалога между церковью и государственной властью было одной из главных заслуг отдела внешних церковных связей московского патриархата за прошедшие 20 лет. После того, как митрополит Кирилл стал патриархом, от отдела внешних церковных связей было, отпочковалось отдельное образование, которое называется Синодальный отдел по взаимоотношению церкви и общества, который сегодня занимается церковно-государственной проблематикой. И отдел внешних церковных связей сегодня занимается тем, чем он занимался с 46-го года по конец 80-х, то есть выстраивание взаимоотношений церкви с внешним миром. Я скажу несколько слов теперь о сегодняшней деятельности отдела. Одним из основных направлений нашей работы являются контакты с поместными православными церквами. Всего в мире существует 15 поместных православных церквей. Это четыре древних патриархата Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, затем Московский патриархат, который занимает пятое место в диптихах, то есть официальных списках поместных церквей, но который по численности своей превышает все остальные поместные церкви вместе взятые. Далее идут грузинская, сербская, болгарская, румынская церкви, православные церкви Польши, чешских земель и Словакии, Греции, Кипра, Албании и, наконец, последняя по времени предоставление самостоятельности православная церковь в Америке. Все эти 15 православных церквей состоят в духовном и каноническом единстве, то есть мы вместе совершаем литургию, мы вместе причащаемся, у нас одинаковые вероучения, у нас одинаковые представления о нравственности, но разные административные системы. Я думаю, что ближайшим аналогом подобного устройства в светском мире является конфедерация, то есть каждая из церквей самостоятельно в своем управлении, ни один патриарх не подчиняется какому-либо другому патриарху, но существуют различные механизмы взаимодействия и сотрудничества, и все вместе эти 15 православных церквей составляют единую православную церковь. Такое устройство не похоже на устройство римско-католической церкви, где есть единый административный центр, главой этой церкви является римский папа, и все епископы по всему миру, в том числе все местные церкви, они подчиняются римскому епископу, римскому папе. Сегодня существует и в православном мире такая тенденция, которая исходит прежде всего от константинопольского патриархата, и которая заключается в том, чтобы придать православной церкви некое подобие римско-католической церкви, а именно в том, чтобы создать в православной церкви некий единый административный центр, которого у православной церкви никогда не было. Вот с такой идеей сегодня выступает константинопольский патриарх, который традиционно в семье православных церквей считается первым среди равных. Таковым он стал в середине XI века, когда произошло печальное разделение между Римом и Константинополем, и когда мировое христианство разделилось на две ветви – православную и католическую. Если до того первым среди равных в семье предстоятелей христианских церквей был именно римский епископ, то после того, как прервалось общение, как бы по факту первым оказался тот, кто раньше был вторым, то есть патриарх Константинопольский. И вот это первенство чести сегодня Константинопольский патриархат пытается представить как первенство, которое имеет определенные властные полномочия. Сегодня уже существует механизм координации между православными поместными церквами, который имеет своим центром Константинопольский патриархат. Но, например, все поместные церкви согласились с тем, что если будет созываться межправославный собор, то его будет созывать Вселенский патриарх. Раньше в истории такого не было, потому что Вселенские соборы созывались императорами. Но сегодня императора Византийского не существует, в Византийской империи не существует, а есть Константинопольский патриарх, которому православные церкви по взаимной договоренности усвоили право как первому среди равных инициировать созыв Всеправославного собора. Но, конечно, подготовка этого собора и его проведения, а самое главное, метод принятия решений должны удовлетворять все поместные православные церкви. Должен сказать, что подготовка к Всеправославному собору ведется уже 50 лет. Она началась в 1961 году, и пока еще дата проведения такого собора не определена. Почему эта подготовка велась так долго? Именно потому, что, несмотря на единство вероучения, несмотря на единство литургической практики, в семье поместных православных церквей существуют различные взгляды на те или иные проблемы, существует разное понимание, например, роли Константинопольского патриарха, и вот на протяжении 50 лет церкви пытались договориться по этим вопросам для того, чтобы вместе прийти к созыву Всеправославного собора. Надо сказать, что по большинству вопросов договориться удалось. Но остались такие вопросы, которые носят достаточно технический характер, я не буду даже вам рассказывать о том, какие это вопросы, по которым сегодня согласия нет. И вот, поскольку согласия по ним нет, а Константинопольский патриархат, тем не менее, хочет проводить собор, причем хочет проводить собор таким образом, чтобы эти разногласия были преодолены в пользу точки зрения Константинопольского патриархата, то сегодня предлагается изменить способ принятия решений на межправославных подготовительных к собору консультациях, а также и на самом соборе, если он состоится. Сегодня существует следующая система. Межправославные консультации представляют собой собрание из представителей 14 православных церквей, 14, потому что одна из них, Православная Церковь в Америке, не имеет всеправославного признания. И от каждой Православной Церкви на этом межправославном мероприятии присутствуют по два представителя, вне зависимости от размера этой церкви. То есть, например, 150-миллионная Русская Православная Церковь представлена двумя делегатами, а какая-нибудь другая церковь, у которой численность меньше 100 тысяч верующих, представлена тоже двумя делегатами. В свое время Русская Православная Церковь согласилась на такое, прямо, надо сказать, несправедливое, на такую несправедливую систему представительства, потому что все решения принимаются путем консенсуса. Иначе говоря, любая Православная Церковь имеет право вета на то или иное решение. И это гарантирует то, что не будет на межправославном уровне принято какое-то решение, которое противоречит интересам или видению той или иной Православной Церкви. Если сегодня этот способ принятия решения будет изменен, если решения будут приниматься простым большинством, как сегодня предлагают некоторые иерархи Константинопольского Патриархата, то тогда, конечно, надо будет ставить вопрос о радикальном пересмотре системы представительства на межправославных соборах, потому что если многомиллионная церковь представлена двумя делегатами, и другие церкви, вне зависимости от их размера, представлены тоже двумя делегатами, если решение потом принимается простым большинством, то может оказаться так, что 150 или 200 миллионов православных верующих окажутся вычеркнутыми из какого-то решения, которое будет принято им в ущерб и будет нарушать интересы тех церквей, которые их представляют. Вот эта довольно сложная проблематика сегодня является основной в нашем взаимодействии с поместными православными церквами. И, конечно, мы придаем очень большое значение этой проблематики, поскольку речь идет о будущем православной церкви, о ее устройстве, о ее перспективах и о том, сумеем ли мы, как представители различных православных церквей, говорить единым голосом. А почему сегодня важен такой всеправославный собор? Потому что в эпоху глобализации, в эпоху, когда практически стираются границы между народами и между цивилизациями, и когда эти границы уже полностью стерты в информационном пространстве, особенно важно, чтобы православная церковь действовала консолидированно. И в этом смысле сама по себе инициатива проведения Всеправославного собора, но только при условии, если этот собор будет выражать интересы всех церквей, если не будут на нем каким-либо образом маргинализованы те или иные церкви, вот в этом случае данная инициатива представляется очень важной и своевременной. Важным аспектом деятельности нашего отдела является взаимодействие с католической церковью. Согласно официальному документу Русской Церкви, принятому в 2000 году, который называется «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию», взаимоотношения между православной и католической церквами строятся на том понимании, что католическая церковь обладает апостольским преемством иерархии. То есть фактически можно говорить о том, что при, например, переходе католика в православие те таинства, которые над ним совершались в католичестве, признаются действительными. Если это крещеный человек, мы его заново не крестим. Если это католический священник, и он становится православным, мы его принимаем, то, что у нас называется «всущем сане», то есть мы его принимаем как священника и не повторяем над ним таинство рукоположения. И в этом смысле можно говорить о том, что хотя существует разделение с XI века, хотя нет между православной и католической церквами евхаристического общения, хотя у нас разные церковно-административные системы, но мы должны выстраивать такие отношения, которые были бы партнерскими, которые позволяли бы нам воспринимать друг друга не как соперников, а как союзников. И в этом смысле можно говорить о том, что сегодня у православных и католиков очень широкое поле для взаимодействия. Прежде всего, потому что перед православными и католиками стоят одни и те же вызовы. Это и вызов воинствующего секуляризма, это и вызов радикального исламизма, это и многие другие вызовы, которые православные и католики могли бы встречать вместе. Одним из таких вызовов является и та либерализация христианского вероучения и нравственности, которая сегодня происходит в целом ряде протестантских церквей и общин. И об этом мы должны с печалью говорить, потому что одной из традиционных составляющих внешнецерковной деятельности нашей всегда был диалог с протестантами. Но сегодня целый ряд диалогов с отдельными протестантскими церквами и объединениями либо прекращен, либо поставлен под угрозу. Потому что в некоторых протестантских церквах происходит пересмотр христианского вероучения и нравственности. Но, например, в некоторых таких общинах совершается чин благословения однополых союзов. Или есть такие церкви, есть такие общины протестантского или англиканского направления, где в епископский сан возводятся практикующие гомосексуалисты или лесбиянки. И все это оправдывается тем, что перетолковывается Библия, перетолковывается Евангелие. Говорится, что на христианскую нравственность, так как она была изложена в Новом Завете, наложили отпечаток различные культурные традиции и обычаи того времени, а сейчас времена изменились, поэтому мы должны и нравственность соответствующим образом модифицировать, чтобы она соответствовала современным секулярным стандартам. Вот и католическая церковь, и православная церковь сегодня противодействуют этому размыванию христианского вероучения и христианской нравственности, потому что и католическая, и православная церковь выступают за сохранение традиционной христианской нравственности, той самой нравственности, которая на протяжении веков помогала людям создавать крепкие семьи, воспитывать детей и давала ту необходимую закваску, которая необходима для того, чтобы люди, исполняя Божию заповедь, плодились и размножались. Ведь не нужно большого ума, чтобы понимать, что однополая семья – это семья, которая не может иметь потомство. Единственная семья, которую с христианской точки зрения можно называть семьей – это союз между мужчиной и женщиной, который создан по взаимной любви и с целью рождения и воспитания детей. Я вспоминаю разговор с одним епископом лютеранским из одной скандинавской страны, который после очередного синода своей церкви мне позвонил и с большой радостью сказал, вы знаете, мы приняли очень важное заявление на нашем синоде. Мы заявили, что семья – это союз мужчины и женщины. И он это воспринимал как победу, потому что в той ситуации, в которой они находятся, когда на них оказывается разнообразное давление, в том числе со стороны светской власти, что вы должны признать, однополые семьи, вы не должны им противодействовать. Вот такое заявление со стороны данной протестантской конфессии было смелым шагом, который идет в разрез с господствующим сегодня секулярным мировоззрением. Так вот, все эти события, происходящие в христианском мире, они, с одной стороны, очень затрудняют наш диалог сегодня с протестантским сообществом. Я говорю здесь не о российских протестантах, которые, к счастью, настроены очень традиционно в плане нравственности. Я говорю прежде всего о протестантах Запада и Севера. А с другой стороны, эти же самые события делают особенно необходимым, важным и своевременным для нас сегодня более тесное сотрудничество с католической церковью. Причем, когда я говорю об этом сотрудничестве, я не имею в виду то, чтобы мы быстрее двигались к какому-либо доктринальному сближению. Потому что такие попытки уже были в истории, и они все провалились. Сегодня нет достаточных предпосылок для того, чтобы православные и католики пришли к общему пониманию тех богословских проблем, которые являются на протяжении веков камнем преткновения в православно-католическом взаимодействии. И я достаточно сдержанно, чтобы не сказать скептически, отношусь к деятельности смешанной комиссии по православно-католическому диалогу, куда входят представители 14 поместных православных церквей. Я участвую во всех заседаниях этой комиссии, начиная с 2000 года. И могу свидетельствовать о том, что разногласия, которые существуют между православными и католиками по богословским вопросам, и, наверное, главный такой вопрос – это роль римского папы в жизни церкви. Не думаю, что эти разногласия будет легко преодолеть. Но я убежден в том, что мы не должны ждать того момента, когда все эти разногласия будут преодолены. Я думаю, что мы должны уже сейчас, будучи разделенными, тем не менее воспринимать друг друга как союзников, а не как соперников, выстраивать систему взаимодействия и систему совместной защиты традиционного христианства, то есть христианского вероучения и христианской нравственности на фоне всего того, что происходит как в протестантском сообществе, так и в секулярном мире. Одной из важных задач отдела внешних церковных связей является взаимодействие с дальним зарубежьем, в частности, работа с соотечественниками за рубежом. Здесь надо сказать о том, что в последние 20 лет возникла огромная, так называемая, третья волна эмиграции из России и других стран постсоветского пространства. Это те люди, которые уехали прежде всего по экономическим причинам, или потому, что получили хорошую работу в дальнем зарубежье, или потому, что женились и вышли замуж за иностранцев. И вот сегодня эти люди составляют многомиллионную паству Русской Православной Церкви. Для них создаются приходы. Правильнее было сказать бы, они сами создают для себя приходы. И Церковь посылает для них священников. И взаимодействие и контакт с нашими соотечественниками за рубежом – это очень важная часть мандата отдела внешних церковных связей. Хотя, собственно, проблематикой наших приходов и епархий за рубежом занимается отдельное подразделение, которое называется Управлением по делам загранучреждений. Наконец, у Русской Православной Церкви существует широкое взаимодействие с представителями других религий и с представителями международных организаций. Если говорить о межрелигиозном диалоге, то такой диалог в нашу эпоху становится особенно необходимым, потому что, опять же, взаимодействие между, скажем, христианами и мусульманами, между христианами и иудеями, и представителями других религий необходимо для благосостояния, а в некоторых регионах даже для просто выживания людей. Мы сейчас в последние годы и даже в последние месяцы являемся свидетелями печальных событий, которые разворачиваются на Ближнем Востоке и в некоторых других государствах, в частности, Азии и Африке, где христиане оказываются гонимым меньшинством. И сегодня можно говорить о том, и об этом много уже говорится, что христианство вновь становится, как две тысячи лет назад, гонимой религией и, может быть, самым преследуемым религиозным сообществом в современном мире. Мы видим, что происходит сегодня в Египте после того, как был свергнут режим Мубарака. Мы видим, что происходит в Ираке после свержения режима Саддама Хусейна. При Хусейне, как бы мы ни относились к этому режиму, в Ираке проживало более полутора миллионов христиан. Сегодня там осталось меньше половины от этого количества, и христиане находятся в очень стесненных условиях. Они являются в полном смысле слова дискриминируемым меньшинством. Очень печальная ситуация сложилась для христиан в Пакистане, в Афганистане, в целом ряде других государств. И можно предвидеть, что если события будут развиваться по такому же сценарию на Ближнем Востоке, то и другие страны этого региона будут затронуты антихристианской истерией. А между тем, большинство этих стран, это те страны, где христиане жили и живут на протяжении веков, и вот сегодня само их существование поставлено под угрозу. В этой ситуации диалог с исламом и диалог с представителями других религиозных конфессий приобретает первостепенное значение. Это не столько богословский обмен мнениями, это не столько обсуждение каких-то отвлеченных академических вопросов, сколько это ответ на основополагающий вопрос о том, смогут ли христиане и мусульмане жить вместе в будущем. В этом отношении у нашей страны, у Российской Федерации, есть очень хороший многовековой опыт сосуществования различных религий. Наша страна никогда не имела межрелигиозных конфликтов или религиозных войн, и это тот опыт, которым мы можем поделиться с нашими партнерами по диалогу в других религиозных конфессиях. И взаимодействие с международными организациями опять же сегодня приобретает особую значимость не в последнюю очередь в свете того, что происходит сегодня на Ближнем Востоке и в других странах, где христиан подвергают притеснениям. Это взаимодействие осуществляется на разных площадках, это и ООН, и Организации Европейского Союза, и ЮНЕСКО, и целый ряд других организаций, где сегодня Русская Православная Церковь присутствует и активно участвует в их деятельности. Вот так я хотел вкратце вам рассказать, получилось немножко дольше, чем я планировал. Так сегодня живет отдел внешних церковных связей, таковы вопросы, которые мы решаем. И еще раз хочу сказать, что, как, наверное, вы и почувствовали, многие из этих вопросов самым тесным образом смыкаются с той проблематикой международных отношений, которую вы изучаете в вашем университете. Поэтому я хотел бы выразить надежду на то, что взаимодействие между нашим отделом и МГИМО в более широком плане взаимодействия между Русской Православной Церковью и всем сообществом наших международников будет развиваться и укрепляться, поскольку перед нами очень широкое поле для взаимодействия и очень много задач, которые мы можем решать вместе. Спасибо, Господи, Владыка. Уважаемые друзья, наверное, у вас есть вопросы, но, если позволите, я немножко злоупотреблю возможностью задать вопрос его высокопреосвященству. Владыка, вот вы говорили о взаимодействии государства и церкви в деле воспитания. Я не могу не задать вам вот какой вопрос. Мне было очень интересно услышать вашу позицию. Что, с вашей точки зрения, означает сегодня в современной России быть православным молодым человеком? Вот мы встречаемся в светском учебном заведении. У кого-то понятие «светское учебное заведение» иногда ассоциируется с понятием «учебное заведение, живущее вообще вне духовной жизни», что, наверное, неправильно. Вот мне бы хотелось услышать от вас, что, с вашей точки зрения, означает быть, скажем, студентом светского вуза, но при этом быть христианином в душе своей. Как вы видите вот такое положение? Христос, обращаясь к своим ученикам и через них ко всем верующим, говорил очень важные слова «Вы – соль земли, вы – свет мира». Слова эти обращены не к духовенству, не к какому-то определенному сословию внутри религиозной общины. Эти слова обращены ко всем членам христианской общины. И, как говорилось в одном из ранних христианских памятников в послании к Диагнету, христиане не отличаются от других людей ни своей одеждой, ни своим внешним видом. Они живут в тех же самых городах, работают на тех же самых работах, но они призваны к тому, чтобы быть как бы душой в теле, чтобы быть вот этой солью земли и этим светом мира. И вот некоторые думают, что церковь – это сообщество, состоящее прежде всего из духовенства. И воспринимают именно духовенство как церковь, а тех людей, которые приходят в храмы, как прихожан, то есть как своего рода гостей. Духовенство – это хозяева, а прихожане – гости. И даже сложился такой стереотип у наших верующих, согласно которому присутствие мирян на богослужении совершенно необязательно. Ведь все знают, что если в храме объявлено богослужение, если оно назначено на 10 часов, то оно начнется в 10 часов вне зависимости от того, пришли ли туда люди и сколько людей пришло. И есть такое представление у людей, что они могут опоздать на службу, могут прийти позже, потому что служба так или иначе будет совершаться. На самом деле все члены церкви являются ее полноценными членами. И нельзя сказать, что духовенство более значимо, чем миряны. И сегодня одна из задач, которую Святейший Патриарх ставит перед церковью, это возрождение полноценной жизни церковной и полноценного служения мирян, в том числе и молодых людей. Вот быть православным молодым человеком, это значит не только ходить в церковь, что само собой разумеется, но даже и это далеко не все исполняют. Это прежде всего значит сверять свою жизнь с Евангелием, следовать в своей жизни христианскому нравственному закону, что предполагает необходимость во многих случаях плыть против течения. Потому что сегодня секулярный мир в значительной степени вдохновляется вот этим эгоистическим и потребительским мировоззрением. А у христиан совершенно другие идеалы. И поэтому быть православным молодым человеком сегодня нелегко. Но надо сказать, что христианинам никогда быть было нелегко. Были времена, когда христиан подвергали гонениям, дискриминации. Были времена, когда с их существованием смирялись и даже их поддерживали. Но вот этот конфликт между церковью и миром сим, он существовал с самого момента создания христианской церкви. Он как бы заложен в природу церкви. И поэтому от православного христианина всегда во все времена требовалась смелость, требовалась внутренняя цельность и понимание того, что Христос и христианская истина должны стоять на первом месте, а все остальное должно вокруг этого выстраиваться. Спасибо, Господи. Пожалуйста, друзья мои, я вижу руку. Прошу вас, пожалуйста. Вы знаете, вот такой вопрос. В этом десятилетии произошло очень важное событие. Извините. Произошло очень важное событие это соединение русской православной церкви и русской православной церкви за рубежом. Событие действительно уникальное, историческое, поскольку две церкви истории были разделены и жили самостоятельно на поддержании сухого века. Если можно, коротко о успехах и проблемах вы имеете на этом пути. Это как раз одна из тех сфер, где можно говорить об успехах и где мало что можно сказать о проблемах. Проблемы в основном остались в прошлом. Эти проблемы были достаточно серьезные и они были связаны с тем, о чем я вкратце упомянул, а именно с тем, что в среде зарубежной церкви московский патриархат обвиняли в сотрудничестве с советской властью. То есть нам ставили в вину по сути дела тот факт, что наша церковь жила в условиях атеистического государства и пыталась найти какие-то способы легального существования. Вот когда начался диалог с зарубежной церковью в начале 2000-х годов, то в ходе этого диалога как раз мы рассказывали нашим зарубежным братьям о том, что означало жить в Советском Союзе, что означало быть христианином в условиях воинствующего атеизма. их предвзятое и подозрительное отношение постепенно сменилось на противоположное. Они поняли, что именно те, кто оставался здесь, оказались в наиболее сложном ситуации, что для многих верность Христу и верность Церкви стоила жизни. И после того, как произошло историческое воссоединение Церкви в рассеянии с Церковью в Отечестве, сегодня сохраняется у зарубежной Церкви своя административная система, но мы находимся в полном евхаристическом общении, и зарубежная Церковь сегодня составляет интегральную часть Московского Патриархата. Это самое важное. Те проблемы, которые еще сегодня существуют, они, наверное, настолько несущественны, что о них, может быть, и не стоило бы говорить. Проблемы эти решаются сегодня в мирном и спокойном диалоге и решаются в рабочем порядке. Спасибо. Пожалуйста, прошу, Светлевич. Да, пожалуйста. Дорога, Владыка, почти год тому назад состоялось коление Министерства иностранных дел, на которые выступили с развернутыми докладами святейший патриарх Кирилл и министр иностранных дел Возрох. Там поднимались вопросы сотрудничества между церковью и министерством иностранных дел, в том числе были упомянуты и задачи, которые стоят перед ГИМО и Дипломатической Академией, подготовка нового поколения международных. Как вам видится в этом плане перспектива возможности сотрудничества отдела внешнецерковных отношений и ГИМО, учитывая, что в 90-е годы было подписано специальное соглашение о сотрудничестве между ГИМО и ОВСС? Мне кажется, что сотрудничество у нас уже существует, и мы в целом можно говорить о том, что мы выполняем пункты этого соглашения. По крайней мере, с нашей стороны мы его точно выполняем, и среди сотрудников отдела внешних церковных связей есть несколько выпускников МГИМО. Я думаю, что это очень хорошо, потому что тот опыт и те знания и те компетенции, которые вы приобретаете в этих стенах, они сегодня необходимы не только на государственной службе, но и во внешне церковной деятельности. Поэтому я думаю, что это взаимодействие уже существует, и оно будет развиваться. Кстати, я вот обещал вам сказать несколько слов о Китае, и это одна из тех сфер, где такое взаимодействие может принести реальные плоды. вот как я говорил, в Китае существует православная церковь, которая созидалась на протяжении почти трех столетий трудами русских миссионеров, и до революции в Китае существовала русская духовная миссия, после революции в Китае оказалось очень много русских людей, по сути дела Харбин был русским городом, там было построено более 20 православных храмов, но в годы культурной революции вся эта инфраструктура православной церкви была разрушена, почти все духовенство было либо репрессировано, либо эмигрировало. И вот сейчас мы ведем диалог с руководством Китайской Народной Республики о том, чтобы была восстановлена полномасштабная жизнь церковная для православных верующих в Китае. Этот диалог проходит не очень просто, но тем не менее можно говорить о том, что он приносит первые плоды. Вот мы ставили вопрос, в частности, о том, чтобы китайские верующие могли учиться в духовных школах Русской Православной Церкви и потом становиться священниками, потому что фактически сегодня на территории Китая не осталось ни одного действующего православного священника. И даже в тех храмах, которые считаются действующими, богослужение не совершается, потому что нет священников. Я посещал один такой храм в Харбине, там есть православные верующие, есть староста, пожилая женщина, которая каждое воскресенье открывает храм, туда могут приходить люди, поставить свечки, но богослужения там нет, потому что нет священника. Эта ситуация очень грустная, она с нашей точки зрения абсолютно ненормальная, и вот мы в диалоге с руководством Китайской Народной Республики, с Государственным управлением по делам религий Китая, пытаемся сегодня решить эти проблемы. И вот это одна из сфер, где взаимодействие между нашим дипломатическим ведомством и отделом внешних церковных связей проявляется в полной мере. дипломатическим обеспечениям. Спасибо. Я видел здесь руку еще. Пожалуйста, прошу вас. в будущем вопрос соединения. Это, наверное, тот пункт, который я тоже должен был в своем докладе осветить, и спасибо, что вы задали этот вопрос. Сегодня отдел внешних церковных связей также вовлечен в решение вопросов, связанных с ситуацией внутри русской православной церкви в странах ближнего зарубежья, в особенности там, где существуют церковные расколы. Церковный раскол на Украине имеет глубокие корни. Существовали различные расколы еще с послереволюционного периода, но самый многочисленный раскол это та группа, которая была создана в 92 году бывшим киевским митрополитом Филаретом Денисенко, который на волне украинского национализма и пользуясь поддержкой тогдашней власти Украины в лице президента Кравчука создал свою собственную церковную структуру, параллельную той структуре канонического православия, которая существовала и продолжает существовать на Украине. Абсолютное большинство верующих Украины не поддержало этот раскол и осталось в лоне Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая получила самостоятельность во внутренней жизни и во внутреннем управлении. Но некоторое количество духовенства перешло в раскол вместе с Филаретом. За прошедшие почти уже 20 лет в расколе выросло целое новое поколение людей, людей, которые не знают и не помнят, что такое быть членами Православной Церкви. И, к сожалению, сегодня преодоление последствий раскола это задача непростая, потому что это задача, которая входит в противоречие с некоторыми политическими тенденциями, это задача, которая требует большой миссионерской работы и разъяснительной работы, но мы верим, что эта задача будет рано или поздно решена. С одной стороны, здесь требуется терпение, с другой стороны, мы должны понимать, что с каждым днем те люди, которые живут в расколе, хронологически уходят все дальше от того момента, когда они еще находились внутри единой канонической церкви. И, вот, как я сказал, уже есть целое поколение людей, которые в расколе получили крещение и в расколе получили свое церковное воспитание. Поэтому надежда такая есть, но я думаю, что предстоит большая работа, прежде всего разъяснительная работа, прежде чем цель преодоления раскола будет достигнута. предстоит в школе, что у вас еще вопросы? Здравствуйте, у меня такой вопрос может быть совсем потенен. Вы говорили о зависимости государства и церкви, а сейчас есть такие предложения насчет введения уроков посвященного религии в школе. Что вы думаете об этом вопросе? Спасибо. Предлагается сегодня не религию вводить в школе, а вводить такой культурологический предмет, который называется основой православной культуры, и который будет одной из предлагаемых опций, потому что для желающих это могут быть основы исламской культуры, основы какой-либо иной религиозной культуры в соответствии с религиозной принадлежностью самого ученика или его родителей. Я думаю, что само по себе преподавание такого предмета никоим образом не входит в противоречие ни с принципом светскости государства, ни с принципом отделения школы от церкви, потому что это ведь не платформа для миссионерской деятельности церкви, это предмет, который направлен на то, чтобы наши дети знали историю своей страны, знали религиозные традиции своей собственной, своей семьи, своих предков, и опыт показывает, что введение этого предмета там, где он уже введен, не только не приводит к каким-либо межрелигиозным столкновениям, но наоборот способствует духу, способствует созданию атмосферы взаимного доверия между учениками, принадлежащими к разным традициям, потому что, как правило, корень межрелигиозных противоречий и конфликтов лежит не в природе самих религий, а лежит прежде всего в религиозной безграмотности. И вот преодолению этой религиозной безграмотности и служат уроки основ православной культуры. Хотел бы также поделиться опытом жизни в странах Запада. Я был в течение шести лет епископом русской церкви в Австрии. И вот Австрия – это светское государство, где церковь отделена от государства. Тем не менее, в светской школе, в каждой светской школе преподается религия, причем преподается во всех десяти или одиннадцати классах школы. Достаточно, чтобы было два или три православных ученика в австрийской школе, для того, чтобы к ним приглашался православный священнослужитель и преподавал им закон Божий. Так вот, у меня возникает вопрос, почему в Австрии с преимущественно католическим населением православный священник может прийти в светскую школу, преподавать закон Божий православным детям, еще получать за это зарплату от государства. А почему в нашей стране, где абсолютное большинство верующих принадлежит к православной церкви, православный священник не может прийти в светскую школу? В лучшем случае преподавателями основ православной культуры являются преподаватели других гуманитарных наук, а иногда таковыми оказываются, например, учителя физкультуры. Поэтому я думаю, что очень хорошо и очень важно, что вот этот эксперимент по преподаванию основ православной культуры сегодня осуществляется в целом ряде регионах, но это только первый шаг, и нам нужно будет делать и дальнейшие шаги. Большое спасибо, пожалуйста, ваш вопрос. Вы могли бы буквально рассказать, какую роль играет в основании в деле о защите православных святых в Косовой Метохии? И еще, насколько реальна перспектива признания Макитонской Церкви в качестве от этих прав? Спасибо. Спасибо. Ситуация в Косовой Метохии, как вы знаете, очень сложная и в политическом отношении в религиозном. Это тот регион, где христиане православные, за исключением нескольких анклавов, где они еще продолжают жить, в основном они были вынуждены покинуть свои исторические земли. Мне приходилось дважды бывать в Косово, посещать святыни этого края. И, конечно, ситуация там очень тяжелая и трагическая, потому что древние христианские монастыри сегодня окружены плотным кольцом охраны, причем, если до недавнего времени это была охрана международных сил, то в скором времени это будет охрана, состоящая из косовских албанцев, и совершенно неизвестно, насколько они будут способны и захотят ли они осуществлять реальную охрану этих церковных объектов и тех людей, которые там живут. Во многих местах просто православные верующие живут на осадном положении, например, я посещал одно селение, где есть четыре православных женщины, они живут на территории православного храма под охраной международных сил. При этом у одной из женщин ее дом находится напротив храма через улицу, но она уже четыре года не может посетить свой дом, потому что как только она выйдет за пределы церковной территории и будет пересекать эту улицу, с нее будет снята защита, и она окажется под угрозой расстрела или каких-то насильственных действий. Вот в таких условиях сегодня живут православные сербы в Косово, мы стараемся, во-первых, привлечь внимание к этой проблеме, прежде всего привлечь внимание международных сил, мы сами туда регулярно ездим и оказываем посильную помощь косовским сербам, и также мы например предлагали руководству Рашко-Презренской епархии, это епархия сербской православной церкви в Косово направлять наших монахов в сербские монастыри для того, чтобы они хотя бы вахтенным методом несли там дежурство и самим своим присутствием с одной стороны выражали солидарность с сербскими монахами, а с другой стороны их наличие превращало бы эти общины уже не в чисто сербские, а все-таки в международные, что способствовало бы их защите. Что касается Македонской православной церкви, то эта церковь, которая самостоятельно провозгласила автокефалию в кажется 69 году, и эту автокефалию не признала ни сербская церковь, ни другие поместные православные церкви, мы оказываем содействие Македонской церкви в том, чтобы ее положение изменилось и несколько раз уже выступали в качестве посредников в ее диалоге с сербской церковью. Но проблема здесь сегодня осложняется еще тем, что в этой игре участвуют греческие церкви, а для Греции македонская проблема имеет не только церковное измерение, а это и политическое измерение, связанное с названием этой страны. И вот все эти проблемы перемешались в один клубок, и, скажем, греческие церкви, они во многих случаях просто отказываются содействовать македонской церкви в преодолении ее изоляции, прежде всего потому, что они оспаривают ее право называться македонской церковью, настаивая на том, что македония это провинция, которая входит в состав Греции, и что никакой другой регион не может называться этим именем. Спасибо. Я вижу еще одну руку. Давайте так, у кого еще есть вопросы, поднимите, я вижу одну руку, вторую. Ну, давайте, пожалуйста, два последних вопроса. Прошу вас, потом вы. Пожалуйста. Я хочу поблагодарить вас за визит к нам, и у меня два вопроса. Во-первых, могли бы вы сказать пару слов о продолжении вопроса об Украине, что там сейчас происходит на Западе. Насколько я знаю, гемиатская церковь там насильственно захватила многие православные храмы, даже те, которые ей никогда не принадлежали. И второй вопрос у нас в студентах. Вот Другая церковь в первой волне своей иммиграции, насколько я знаю, активно использовала студенческие союзы, христианские студенческие союзы. Могли бы они сейчас в России иметь тоже такую серьезную роль? Спасибо. В отношении Западной Украины надо сказать, что межцерковная ситуация там мало изменилась с конца 80-х, начало 90-х годов, когда греко-католики захватили несколько сотен православных храмов, и во многих местах православные верующие оказались на улице. сегодня есть признаки, по которым можно с осторожностью строить некие положительные прогнозы. Они связаны в частности с тем, что у греко-католической церкви появился новый архиепископ, который уже неоднократно заявлял о своей готовности к диалогу с православной церковью. он встречался с блаженнейшим митрополитом Владимиром, и есть надежда, что в ходе мирного диалога накопившиеся вопросы будут хотя бы постепенно начнут решаться. Вот то, что сегодня можно сказать об этой ситуации. А в отношении студенческих союзов, я думаю, что вообще в православной церкви в силу исторических обстоятельств не очень были развитые мирянские движения. Вот в католической церкви, как вы может быть знаете, существует очень много мирянских движений, в них входят прежде всего те активные молодые люди, которые, наверное, если бы не существовало в католической церкви обязательного целебата для духовенства, они стали бы священниками. но так как они являются женатыми молодыми людьми, то свою церковную энергию они употребляют на создание мирянских движений и активное членство в них, что само по себе очень хорошо. У нас, к сожалению, молодые люди мужского пола, то есть я не хочу сказать, что к сожалению, а это такая реальность. У нас большинство молодых людей мужского пола, которые хотят быть активными членами церкви, становятся священниками. Я думаю, что возрождение мирянских движений или, скажем, их создание, зарождение – это одно из велений времени. Конечно, здесь очень большую роль может сыграть православная молодежь и могут сыграть студенческие союзы. Я приведу вам пример из жизни католической церкви. Там есть такая община Святого Егидия, которая сегодня насчитывает около 60 тысяч членов в разных странах мира. Она занимается прежде всего благотворительной и миротворческой деятельностью. То есть члены этой общины в основном это миряне, мужчины и женщины, они работают на обычных светских работах, во многих случаях это профессора университетов, но некоторую часть своего времени они посвящают благотворительности. При этой общине во всех крупных городах есть благотворительность, столовые или какие-то пункты, где оказывается помощь малоимущим. Кроме того, они участвуют в миротворческой деятельности, они в частности помогли решить несколько военно-политических конфликтов в странах Африки. и очень важной частью жизни этой общины является совместная молитвенная жизнь. То есть раз в неделю они собираются все вместе в церковь для того, чтобы вместе помолиться, причаститься, услышать проповедь и потом разойтись и снова трудиться на своих работах. Так вот, вся эта община началась с того, что молодой студент Римского университета Андрея Рикарди нескольких своих друзей пригласил для того, чтобы создать некое общество, где они бы вместе молились и читали Библию. Вот с этого все началось. Сегодня профессор Рикарди возглавляет эту общину. 40 лет спустя вот она выросла в многотысячное сообщество людей в разных странах. А все началось с одного студента. И последний вопрос. пожалуйста. Я хотела позадать вопрос, который напрямую не относится к теме нашей встречи. Выдающийся российский дипломат Константин Леонцев, который пришел к православной вере уже в сознательном и зрелом возрасте, не считал коронавируса Достоевского вполне православным произведением. Вот каково ваше мнение по этому вопросу? Есть ли в русской культуре православных произведений, чтобы в целом могли по словам читать и слушать на этот лист? Я считаю, что Достоевский является одним из самых ярких именно православных писателей и, наверное, самым глубоким и духовно насыщенным его произведением является как раз роман «Братья Карамазовы», где целые страницы являются ничем иным, как пересказом писаний святых отцов. Я имею в виду сочинения старца Зосимы, которые включены в роман «Братья Карамазовы». Этот роман свидетельствовал о глубоком внутреннем сдвиге, который произошел в жизни самого Достоевского, ведь он, как вы знаете, начинал как человек либеральных политических взглядов, а пришел под конец жизни, я бы даже сказал, не под конец жизни, а в зрелом возрасте, после каторги, он пришел к очень глубокому христианскому самопониманию, самосознанию и миросозерцанию. Наверное, лучше всего об этом пути Достоевского рассказал Бердяев в своей книге «Миросозерцание Достоевского», а также есть очень интересная книга для понимания Достоевского, книга Мережковского «Толстой и Достоевский», где наш выдающийся культуролог и литературовед сравнивает эти две фигуры, этих двух колоссов русской литературы, прежде всего с точки зрения их отношения к церкви, их духовного пути и их религиозности. И он показывает вот эту глубокую подлинность тех исканий, которые отразились на страницах романов Достоевского и которые привели самого Достоевского к тому, что он стал глубоко верующим и церковным православным человеком, при том, что как человек он был не чужд, конечно, слабостей, грехов и страстей. Вот я думаю, что если говорить в целом о русской культуре, то с одной стороны мы видим, что в XIX веке, а именно XIX век является по всеобщему признанию веком расцвета русской культуры, с одной стороны в XIX веке существовал очень четкий водораздел между миром культуры и миром церкви. И церковь в культурном отношении была достаточно закрытым сообществом. То есть, например, в церкви существовали свои писатели, свои композиторы, свои художники. Если это были художники, значит, они писали иконы. Если это были композиторы, значит, они писали церковную музыку. А если это были писатели, значит, они писали достаточно узконаправленные сочинения для церковной публики или для приходского использования. С другой стороны, развивалась наша светская культура, которая по своей тематике не была глубоко религиозной. Например, достаточно сказать, что в русской музыкальной культуре практически не было сочинений, навеянных религиозной тематикой. Вы не встретите ни одной русской оперы, которая была бы посвящена христианской тематике. Вот несколько дней назад состоялась премьера оперы Рубинштейна, Антона Рубинштейна «Христос», написанной 130 лет назад, но она была написана, но ни разу не исполнялась, она оставалась практически неизвестной. А все известные русские оперы написаны либо на сказочные, либо на романтические, либо на исторические сюжеты. И то же самое можно говорить о литературе. Прямых примеров религиозной тематики в светской литературе очень мало. И тем не менее, если говорить о светской русской культуре XIX века и начало XX века в целом, то мы можем видеть, что в ней содержится очень глубокий христианский потенциал. И не случайно в советское время именно русская культура XIX века была для многих людей носительницей христианского благовестия. Ведь люди не могли читать творения святых отцов. Даже Библию невозможно было купить в магазине. А братьев Карамазовых можно было найти в библиотеке. Хотя они не входили в школьную программу, они не входили в университетскую программу, но они и не входили в число запрещенных сочинений. То же самое можно сказать о многих других произведениях русской литературы, которые хотя и не напрямую связаны с церковью, но все же затрагивают религиозную тематику. Это и другие сочинения Толстого, это и сочинения Лескова, это некоторые рассказы Чехова и многое другое. Таким образом, в своей последней глубине, я думаю, что русская культура XIX века была в своей основе глубоко православной. И именно это во многом определяла ее жизненность и ее жизнеспособность даже в трудные советские годы. Я хотел бы поблагодарить вас всех за внимание и хотел бы в память о посещении МГИМО для библиотеки вашего университета подарить книгу об отделе внешних церковных связей. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу от вашего имени поблагодарить владыку. Я вижу по вашим глазам, что остались вопросы. Но вот бог даст, мы еще обязательно владыку увидим в наших стенах. Я сегодня, кстати, узнал, что владыка у нас не первый раз. Может быть, то есть не может быть, а точно совершенно. Алексей Викторович помнит визит в Ешип-Патриарх в Московской всей Руси чуть более года назад, когда был открыт балерьев святого благоверного князя Александра Невского. Владыка тогда тоже был здесь. Мы всегда будем рады вас видеть, вам помощи Божией в ваших делах и молитесь о нас грешно. Спасибо, Господи. Спасибо.